Приветствую вас! Меня зовут Александр Ипполитов и данный мини-курс по основам фотографии буду вести я. Итак, не буду лить воду и сразу к делу. Главное понятие фотографии это, несомненно, экспозиция. Научное определение экспозиции звучит так. Экспозиция это количество света, попадающего на фотопленку либо матрицу фотокамеры за единицу времени. Возможно, трактовка данного понятия вам показалась сухой и не совсем понятной, но наберитесь капельку терпения и вскоре вы все поймете. Итак, экспозиция может быть правильной, либо неправильной. Если на матрицу попадает мало света, то снимок будет недоэкспонирован, то есть недосвечен. Если много света, то переэкспонирован, то есть пересвечен. И только в случае попадания на матрицу нужного количества света, снимок будет проэкспонирован правильно. Наверняка вы не раз встречались с ситуацией, когда снимок получается либо слишком темный, либо слишком светлый. Осталось узнать, как и с помощью чего направить необходимое количество света на матрицу. Понятно, что свет поступает в камеру через объектив. На пути данного света стоит затвор. При нажатии на кнопку спуск, затвор открывает доступ света к матрице. Вроде бы вот так все просто, если бы не некоторые нюансы, которые сбивают с толку начинающих фотографов. Но только не вас. Итак, вот эти нюансы. Это параметры, влияющие на экспозицию. Ну а именно, выдержка, диафрагма и светочувствительность. Или иначе, ISO. Давайте, чтобы все стало сразу ясно, я применю вот такую метафору, перенеся законы фотографии в обычную жизнь. В фотографии нам нужно нажать кнопку спуск, чтобы открылся затвор и на матрицу стал попадать свет. И затвор должен быть открыт столько времени, сколько необходимо для правильного экспонирования фотоснимка. За это и отвечает первый параметр, называемый выдержка. Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы свет через объектив упал на матрицу и получилось изображение. Теперь рассмотрим аналог выдержки в обычной жизни. Допустим, данный стакан – это матрица. И чтобы снимок был правильно проэкспонирован, нам нужно наполнить стакан до краев. И мы начинаем наполнять стакан из крана. И вот, чтобы стакан наполнился, нам потребовалось 5 секунд. А теперь давайте одновременно наливать стакан и пропускать свет на матрицу. Отсюда сразу же становится ясно, что если бы мы потратили на наполнение стакана меньше времени, то стакан бы не наполнился до краев и снимок был бы неправильно проэкспонирован, то есть был бы недосвечен. Если бы мы потратили больше 5 секунд, то вода бы начала выливаться через край и снимок был бы переэкспонирован, то есть пересвечен. Соответственно, что вы видите на данном изображении. Только если сравнивать аналог наполнения стакана, где ушло 5 секунд, в фотографии при нормальных дневных условиях достаточной выдержки в сотые и даже тысячные доли секунды. Довольно часто при фотосъемке необходимо уменьшить время выдержки, чтобы не получить смазов. Так как при выдержке более 1,6 секунды возможно получить смазы из-за шевеления камеры, которая в свою очередь происходит из-за дрожания рук. Подробнее я расскажу об этом в следующих уроках. Итак, как же нам уменьшить время выдержки? Вернемся к стакану и вспомним, что у нас ушло 5 секунд на его наполнение. А теперь давайте попробуем наполнить этот же стакан таким же напором воды, но из крана с более широким отверстием. И вот наполнение у нас заняло всего лишь 2 секунды, благодаря тому, что за одно и то же время через более широкое отверстие в стакан попадает больше воды. В фотографии за отверстие, через которое проходит свет в камеру, отвечает диафрагма. Диафрагма – это механический инструмент, который находится в объективе и состоит из лепестков. Лепестки, в свою очередь, меняя диаметр отверстия, позволяют контролировать количество света, которое попадает на матрицу. То есть, если лепестки находятся в таком положении, создавая узкое отверстие, то для поступления нужного количества света потребуется больше времени, чем если бы лепестки находились вот в таком положении, создавая широкое отверстие. Здесь важно понять то, что чем шире откроем отверстие диафрагмы, тем меньше время выдержки нам необходимо для правильного экспонирования. Измеряется диафрагма в диафрагменных числах. Пока не буду забивать вам голову формулировками, но вы должны понять главное. Чем больше значение диафрагмы в знаменателе, тем уже диаметр отверстия. И наоборот, так как диафрагментарное число – это дробь. Диафрагма раскрыта широко, значение в знаменателе – невысокое. Диафрагма прикрыта, отверстие маленькое, значение в знаменателе – высокое. Ну вот теперь вроде бы все встало на свои места, если бы не еще один параметр. Вернемся к стакану и к его наполнению из узкого и широкого крана. На наполнение стакана из узкого крана, как вы помните, у нас ушло 5 секунд, а из широкого – 2 секунды, и все это при одинаковом напоре. А что будет, если мы увеличим напор воды в узком кране? Несомненно, стакан наполнится быстрее. Это и есть аналогия еще одного важного параметра, называемого светочувствительность, или же ISO. С его помощью мы можем компенсировать время выдержки. Значение светочувствительности характеризует способность матрицы воспринимать световой поток. Увеличение чувствительности позволяет уменьшить выдержку, что в свою очередь позволит снимать с более узким диаметром диафрагмы. Но это палка о двух концах. При увеличении чувствительности растет количество шумов. Шумы появляются от нагрева матрицы, так как при увеличении чувствительности на матрицу подается большее напряжение, отсюда матрица больше греется и начинает шуметь. То есть если вернуться к стаканам, то сразу становится ясно, что с большим напором стакан наполнится быстрее. Но есть и сдержки в виде брызг. Количество шумов при высоких ISO будет тем меньше, чем больше физический размер матрицы, установленный на вашей фотокамере. То есть здесь гораздо важнее не количество мегапикселей, втолканных в вашу матрицу, а именно ее физический размер. А здесь наверняка у некоторых возникнет вопрос, как же фотоаппарат замеряет и рассчитывает правильную экспозицию. Ответ прост. В каждой современной фотокамере встроен экспонометр. Экспонометр это прибор, который как раз и замеряет экспозицию. Пока вдаваться в подробности также не будем, так как лишняя информация в голове в данный момент нам ни к чему. Итак, вернемся к экспозиции. И как мы уже выяснили, на нее влияет три параметра. Это выдержка, диафрагма и светочувствительность. Для получения одной и той же экспозиции мы можем менять значение выдержки, диафрагмы и ISO, компенсируя действие того или иного параметра. К примеру, чтобы получить правильно проэкспонированное фото, мы можем прикрыть диафрагму и увеличить время выдержки. Либо открыть диафрагму и уменьшить время выдержки. Либо прикрыть диафрагму, уменьшить время выдержки, но увеличить значение светочувствительности. Итак, компенсируя тот или иной параметр, мы получим снимок правильно проэкспонированный, но выглядящий иначе из одного очень важного побочного явления, на которое в свою очередь влияет диафрагма. Но об этом мы поговорим в одном из следующих уроков. А в конце хотелось бы сказать следующее. Только осмыслив и поняв значение экспозиции фотографии и ее трех китов, выдержку, диафрагму и светочувствительность, можно стать настоящим фотографом, который не бездумно строчит на автомате, а делает великолепные снимки в творческих режимах съемки. Итак, встретимся завтра в то же время.